Да какое он ему воспитание даст? Два раза в неделю приедет, воспитывает, и я все равно буду ребенком. Я не хочу, чтобы он даже помнил, что у него был такой папа, который не думал о нем, изменял, когда ребеночек болел. Нет, он ему не помогает, не общается. Он ушел, когда ребенок был еще совсем маленький. И там уже у этого мальчика другой папа. И он его папой называет. Я не знаю, он вообще знает, что Леша его отец или нет. Поэтому я планирую, чтобы он не виделся с ребенком. Чтобы я устроила свою жизнь, и Мироша думал, что он у него другой папа. Нет, Алян, я не думаю, что Мирон скажет. В любом случае, когда он вырастет, я ему объясню, как он поступил с нами. И Мироша все поймет. Я объясню, что и в Волгограде у него сын, который ему не нужен. Поэтому нормально все, я думаю, будет. Алян, ну это мы, женщины, понимаем, что смысл жизни в семье, в детях. А многие, конечно, мужчины тоже это понимают. Просто мы выбрали не тех, которые вообще, я не знаю, то ли у них головы на плечах нет, то ли, ну, наверное, головы нет. Он тут глупые. Постоянно врет. Он всем рассказывает абсолютно другие истории. Говорит, что я такая плохая, что я его не ценила. Были такие ситуации в нашей жизни, когда его с работы увольняли. Я ему говорила, Леша, не переживай, проживем, все у нас будет хорошо. Всегда с ним шла рука об руку. Алян, никогда мозги не уносила. Всегда его обнимала, целовала. Ну, как-то, знаешь, полностью ему отдавалась и верила, что у нас счастливая семья. И когда, конечно, я это узнала, я была в таком шоке. Алян, я не спала, наверное, двое суток. Я закрываю глаза и представляю, как он ей бьет этих баб. Ну, это был ад вообще. Все его друзья, я встречалась с Аллой, ну, это общая его компания, и там его ребята, друзья, просто все сидели в шоке. И говорят, типа, блин, Юль, что ему не хватает? Красивая фигура, все в тебе есть. Как бы такой ребенок растет красивый. Типа, мы не понимаем, что ему надо. И даже там сидел один Харитон, может, знаешь, боец. Он сидел вообще со своей женой. И потом девочки, которые там сидели, сказали, что Харитон глаз, кажется, тебя не сводил. Типа, ты ему так понравилась, что жена даже занервничала. Говорит, Алеша этого не понимает. Молочь вообще, я не представляю, как я жила с этим человеком. Я ему так верила, ты не представляешь. Я его спокойно всегда отпускала. Я ему никогда не названивала. Он мог там сказать, я на работе, или я там с друзьями. Я со спокойной душой, я так верила ему. Я думала прям, я радовалась, что у меня такая семья, что он рядом со мной. Я даже подумать не могла, что он мне изменяет. Алиан, он экскортницу снимал. Она мне сама написала. Он 20 тысяч за нее отдал. Он сидел с ней в ресторане в Живаго и поливал меня грязью, что я плохая мать, что у меня нет материнских чувств. Вот, мне все это передали. Потом экскортницу какую-то Лисан. Я переписку нашла у него с ней. Алиан, я не могу поверить вообще, что у меня все так в жизни. Конечно, я уже не вернусь. Я на развод буду подавать. Я просто, у меня Мироша заболела. Я заболела. Сегодня ездила свидетельство о рождении Мирошина. Взяла копию, потому что он, походу, забрал. Вот. И вот в ближайшее время буду подавать на развод. А я тоже понимаю людей, которые, знаешь, изменяют по пьянке. Их можно понять. Этот человек не пьет, не курит. Совершенно адекватный. И я не понимаю, для чего надо было жениться, делать детей, чтобы потом себя так вести. Это просто вот, это не человек. Я не считаю даже его за человека после всего, что он сделал. Она-то на алименты подавала. Ну, Саша, намного добрее у тебя, понимаешь? Он такой человечнее, чем Леша. А этот даже не помогает ребенку. Пять тысяч за все время переслал, и все. А я считаю, у меня денег вообще, Алян, нет. У меня декрет на 13 тысяч. Я уже вся в долгах, как в шелках. Алян, еще какой грех. Он знает там, что ребенок болеет. Уже второй раз болеет так сильно. И он продолжает изменять. И он еще со мной в браке, грубо говоря. И он даже не думает, что это за его грехи ребенок болеет. Алян, еще какой грех. Он знает там, что ребенок болеет. Уже второй раз болеет так сильно. И он продолжает изменять. И он еще со мной в браке, грубо говоря. И он даже не думает, что это за его грехи ребенок болеет. Да ужас, Алян, позор вообще. Создается измена и с его стороны, что ли, он имеет в виду? Ну да, конечно, теперь уже будет понятно по всем. Мне кажется, после такого опыта тут в гадалки ходить не надо. Сразу мышков видно будет. Очень рада, что так в моей жизни произошло. Пока, блин, я молодая и красивая. Что-то не в 50 лет произошло. Все равно Бог всех рассудит. И поэтому пусть живет в свое удовольствие. Ребенка он будет видеть только через суд. Ребенка я ему не дам, потому что я ему абсолютно не доверяю. Возьмет еще куда-нибудь и увезет его. Вот, поэтому на суде будем решать вопрос о том, чтобы он видел его там несколько раз в месяц и все. Бледует, а ребенок из-за него болеет. Я ему этого никогда в жизни не прощу, только из-за своего ребенка. Мне плевать там на меня. Мне все равно, как бы у меня уже любви-то к ним не осталось. А за ребенка вообще не хочу знать его. Когда говорил, типа, если бы я тебя изменяла, ты бы давно об этом узнала. Давно бы рассказали, я человек медийный. И знаешь, вот как Бог наказал Алиан. Мне сначала, я переписку нашла. Потом мне скинула, эта экскуртница, все рассказала. Потом еще следом в директ мне отправили. И вот ты сейчас сказала. Ну, блин, конечно, сволочь. Субтитры сделал DimaTorzok